всем привет сегодня у нас сегодня у нас интересный цвет 41 в переход делаем порог краска сольвентная сольвентная база как положено у этого цвета низ верх цвета и лак лак прозрачный слита все по непону япония сейчас будем окрашивать и в процессе по ходу расскажу что как делается к сожалению больших элементов таких как там бампер допустим дверь ничего нету на этой машине ничего не делается только порог повреждения по нему пошло но тем не менее суть остается той же укрываем подложкой кладем два или два с половиной верхнего цвета проверяем это все по лючку и лакируем здесь все в переходы это тоже по-своему интересно то есть этот цвет правильно растянуть чтобы он сильно не дал темноты а он может дать темноту последний цветовой слой если сильно перелить биндеров чего либо другого здесь использовать не будем только переходной растворитель по лаку здесь будет три перехода 1 2 и 3 тут под скотч под отворот он не до жесткой линии спокойно все там перетрется микрофиброй проблем не будет приступаем краску мне налили уже в металлические банки по 200 грамм я взял потому что там еще есть запрос чуть-чуть подтачковать бампер то такое получится не получится еще будем делать эксперименты это низ это верх суть этого компонента как бы в биндере разбавлен пигмент красный укрывая которым мы затемняем и даем именно эффект этой глубины здесь фактически просто базовая краска правильное зерно там разложен добавлено эффект которая дает отблеск нижний цвет то есть это до укрывистости кладем не важно сколько будет два два с половиной три пять десять двадцать слоев ну я условно говорю 20 до на цвет это не повлияет на исходный то есть должен быть правильный низ и правильный верх а вот соотношение количества верха уже меняет оттенок именно он будет или темнее или светлее это надо подбирать для этого мне нужен образец краски в виде лючка то есть я по лючку буду контролировать поскольку порог не настолько глобально ответственная деталь я выкраски честно скажу не делал хотя рекомендую надо делать выкрасы чтобы подобрать количество слоев особенно когда сталкиваетесь первые разы с этим это как трехслойки первом утра делать выкрасы количество слоев давление мокрота налива очень сильно влияет на исходящий цвет ну я скажем так рискнуть сделать это по факту именно в камере проверяю первый слой наносим до укрывистости как я сказал неважно будет 23 слова 2 с половиной но эффектный все равно надо положить то есть когда укрыли увеличим расстояние не делаем присып то есть кладем зерно эффектно сейчас надо еще обтереть липкой салфеткой все и и и Продолжение следует... 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 я его подпилил подточил через шпаклевку то такое по переходу отвлекать не дают поговорить с вами короче переходик где-то где-то вот тут переходик вроде так все тянулось хорошо никаких проблем пасту опять опять пропустил так тут давайте глянем что у нас тут ну тут для проема опять же переход хороший но все-таки лучше бы было сделать его с бендером это было бы правильный и тут тоже все замечательно не ступенек не шероховатости но это под солнце и не увидите ничего ну поверьте на слова все идеально то есть скотч чуть-чуть капюшончиком таким оставляем и под него смело красим ничего не происходит здесь тоже все выполировывается ничего не шершавит значит все в принципе удачно цвет сложный ответственный но интересный кому будет попадаться рекомендую беритесь стоит такая работа дороже в два раза от обычных цветов но она реально интересно всем пока